Всем привет, дорогие друзья, с вами снова яд Натаспейс, и по многочисленнейшим просьбам вы просили меня сделать обзор на моего Шоквейва, это у нас Трансформер по серии Трансформерс Прайм, точнее по мультсериалу Трансформер и Прайм завершился он достаточно, насколько я знаю, давно, потому что смотрел я его достаточно давно, года два или три назад даже, ну и собственно был он достаточно неплохим, но Трансформеры вы можете видеть были очень, так сказать, animated series, то есть анимированными, не просто там, не особо детализированными, очень сглаженными, ну и в общем, такой дизайн мне не особо по нраву на самом деле, я люблю более такое, все такое, не знаю, технологичное, детализированное, а вот эти вот у нас Трансформеры были просто вот такие вот сглаженные, не знаю почему, может быть анимацию было легче делать так, именно с такими вот персонажами в таком вот образе, ну в общем-то не знаю, не я создавал этот мультсериал, поэтому ну не ручаюсь в общем-то создателям вопроса, в любом случае многие меня просили сделать обзор на вот этого вот Шоквейва, к сожалению, как трансформировать его в его кибернетический танк, танк с Кибертрона, это планета родная Трансформеров, если кто не знает, я особо не знаю как, потому что он у меня на полке стоял таким вот образом, ну и у меня он даже немного сломанный, потому что у него нога так болтается, как вы можете видеть, другая нога так не болтается, в принципе так и должно быть, но к сожалению у меня там какая-то деталька вылетела и короче теперь у меня Шоквейв, но неисправен. В любом случае фигурка не потеряла свои ценности и функционал у него все же есть. И сразу давайте о минусе фигурки. Вот эта вот огромная выпирающая кнопка с резьбой внутри, она сделана для того, чтобы можно было на нее нажать и его пушка бы вращалась по сумасшедшему и имитировала, не знаю, выстрел лазера. Хотя на самом деле, насколько я помню, у него самая мощная пушка вообще во вселенной Трансформеров и она стреляет микро-черными дырами, потому что там даже инструкция есть про Шоквейва, когда вы его покупаете, там написана его биография, он на самом деле самый умный Десаптикон, если не самый умный Трансформер. И, кстати, да, Саундвейв не самый умный Трансформер, он на втором месте. Первый у нас Шоквейв, он изобретатель, ученый у нас. Кстати, лицо мне его нравится вот больше всего, оно такое, знаете, демоническое. У него такой один глаз. Ну и можно подумать, что он немного улыбается. Да, в принципе, это достаточно сильно похоже на такую форму, но в любом случае все равно выглядит он достаточно интересно. Также его грудная клетка открывается, и тут ничего нет. Это, видимо, используется для трансформации. К сожалению, я не помню, как его трансформировать, но в любом случае, когда он трансформирован в танк, вручаясь за то, что выглядит он достаточно неинтересно. Он достаточно подвижен, в нем очень много точек артикуляции, и вы сможете поставить его в любую, наверное, желанную вами позу. Ну, рука у него вот эта детализирована достаточно интересная и очень похожа, опять же, как она была показана в мультсериале. Здесь у него проходит какой-то трубка или шланг к его пушке через вот эту вот спину. В принципе, ноги ничего такого сверхъестественного из себя не представляют. Просто обычные ноги, в принципе, подвижные, но что интересно, тут колесики действительно функционируют, и при трансформации вы как-то вот так вот делаете, и получается так, что он... Это какие-то две части танка, скорее всего, передние. Но, опять же, я особо-то не помню. В принципе, насчет шоквейва говорить больше нечего, у него такие наплечники, кстати, наверное, самая классная вещь в шоквейве – это его наплечники. Можно так поднимать, но они будут возвращаться в исходное положение, и при том, когда вы будете поднимать руку, они не будут мешать функционалу. И это плюс действительно фигурки, потому что таким образом не снижается функциональность, но он все-таки выглядит достаточно интересно. Как вы можете видеть, его глаз прозрачный, и когда светит моя лампа, вот таким вот образом он будто бы ожил. Это достаточно неплохо. Пишите в комментариях, если хотите видеть больше обзоров на таких вот трансформеров, ну как на таких вот. У меня еще в Забасе сколько? 3, 4, 2, в общем, 3 или 2 трансформера у меня имеются, может быть, даже 4, опять же. У меня есть Soundwave, это точно. У меня есть Thundercracker, и у меня есть еще один какой-то желтенький, не Bumble. Это какой-то вообще старый у меня трансформер. И также у меня есть много маленьких. Там Bone Crusher, Jazz, Sideswipe. Нет, то у меня Sideswipe, хотя он достаточно классный. Но в любом случае, не будем перечислять моих трансформеров. Собственно, вот такой вот у нас Shockwave. Не знаю, больше он не продается в обычных магазинах. Вы можете его заказать из-за рубежа или, не знаю, из какого-то магазина. Там, где все же он еще есть. Но я не уверен, потому что мультсериал все-таки закончился уже. И не думаю, что многим будет он интересен. Хотя, все-таки, не знаю, не знаю. Если у вас любыми персонажа Shockwave из трансформеров, то все же советую взять эту фигурку. Она интересна, подвижна и все-таки детализирована. Хотя, он в таком анимированном стиле сделан. Даже его глаз имеет некую детализацию. Он, вы можете видеть. Он так достаточно интересно. С такой, с текстурой сделан. В общем-то, на этом все. С вами был я, Доминото Спейс. И Shockwave, The Mastermind. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok